здравствуйте друзья сегодня мы проведем с вами очень интересный опыт объяснить нам наш опыт нам поможет педагог физики нарисану здравствуйте для опыта нам с вами понадобится две емкости вода в одной из которой будет холодная вода а в другой горячий желательно кипяток пластиковый стаканчик и шарик он плотно закрыт шариком ваш пластиковый стаканчик плотно закрыт вот это и даст нам определенный эффект давайте посмотрим что же произойдет что мы будем делать сначала мы в холодную воду будем опускать нашу бутылочку затем в горячую воду давайте посмотрим холодной воде как видим ничего не происходит теперь кипяток постепенно начинает набухать как будто надувают шарик да вот смотрите на бог теперь обратно холодную воду что же происходит наш шарик сдувается начинает сдуваться до уменьшение объема шарика энергии с ханом в принципе у нас емкости одинаковые и то что мы использовали жидкость уже одинаковая вода единственное различаются они по температуре но как мы увидели получилось по-разному в горячей воде он надувался а в холодной сдувался это происходит из-за того что существует такое явление как конвекция перенос тепла самими строями жидкости или газа в данном случае газ имеющийся в данной бутылочке при момент когда ты его опускала в холодную воду температура этого газа понизилась затем после того как мы его опустили в горячую воду газ воздух имеющийся вот данном сосуде он начал нагреваться а нагревание газа приводит к тому что молекулы газа действуют интенсивно двигаются интенсивно двигаясь интенсивно им уже места не хватает данной бутылочки поэтому они поднялись на уровень шарика и своими соударениями надули данный шарик данном случае мы использовали пластиковую бутылочку а если мы использовали например стеклянную бутылочку да вполне возможно что даже стеклянно было бы больше эффекта почему потому что теплопроводность стекла выше чем у пластика то есть он передает тепло более интенсивно мы когда берем руками стеклянную посуду мы чувствуем ее температуру правильно либо холодной либо горячей то есть она нам передает стекло металлы они хорошие проводники тепла получается так что со стеклом получился эффект лучше а по идее я думала что все-таки пластику он тоньше чем стекло то есть мне кажется там процесс будет дольше идти стекло будет держать тепло больше то есть начале когда ты сделаешь да может быть сам процесс дольше будет длиться но в момент когда шарик у тебя будет полный на полный нам будет длиться дольше может это стекло держит тепло больше чем пластик спасибо большое за объяснение энергии сходу ребятки надеюсь вам было интересно если вы решите повторить этот опыт дома то вы можете отправить нам результат на почтовый ящик спасибо очень интересный эксперимент до свидания до скорых встреч до свидания ребятки ящик